Продолжение следует... Периферического очагового образования в легком. С этой проблемой мы сталкиваемся каждый день. Не только мы, но и специалисты КТ, диагностики, онкологи, врачи любой специальности, когда проводят скрининг, либо когда проводят оценку динамики на фоне лечения. Либо это может выявиться как случайная находка. Поэтому с учетом этого мы оцениваем очаг, можем оценить очаг либо по критериям Флешнера, либо по рекомендациям, либо по критериям Ланградз. Ну, соответственно, эти критерии отличаются друг от друга. Критерии Флешнера это вне скрининга, это возраст менее 35 лет, высокий риск, низкий риск заболевания. В скрининге Ланградз это возраст от 50 до 80 лет, высокий риск заболевания. Но опять же, скрининг в нашей области, в Челябинской области, в настоящий момент пока не используется. Но у нас чаще всего это пациенты, которые проходят сначала, как обычно, флюорографическое исследование, потом им выполняют рентген, а потом уже выполняют непосредственно КТ с контрастированием, где уже непосредственно определяются критерии злокачественности. Чаще всего это по критериям Ланградз. Ну, рекомендации при случайном выявлении очага в легком, также это при стадировании опухолевого процесса, наличии онкопатологии, пациенты с иммунодефицитом, возраст пациентов более 35 лет, высокие и низкие риски. Высокие риски это, конечно, более возрастные пациенты, курящие, наследственная патология и размер очага в верхней доле. Молодые, низкие риски это молодые, не курящие пациенты, маленький размер очага и локализация не в верхней доле. Ну, низкими рисками занимаются специалисты, чаще всего описывают, ну и всегда это специалисты КТ-МРТ-диагностики. Высокие риски уже попадают непосредственно на обсуждение, либо на междисциплинарные консилиумы с участием атеракальных хирургов, где затрагивается тема, что с этим очагом делать. Выполняется либо ПЭТ-КТ, либо идти уже непосредственно на какие-то хирургические вмешательства, либо уже на более инвазивные процедуры. Ну и, соответственно, используется дифференциальный ряд, то есть что это такое доброкачественное гранулема, локальный рубец, внутрилегочные лимфатические узелки, либо первичное злокачественное образование, либо это некий метастаз. То есть вот, да, мой слайд представлен. Ну и, соответственно, субсолидные очаги, то есть субсолидные очаги, это самый коварный настоящий, я считаю, и по мнению многих авторов, то есть это очаги, которые требуют динамического наблюдения. Но, опять же, они могут вызывать как использовать дифференциальный ряд между первичным и злокачественным образованием воспаления, либо кровоизлиянием. И тут необходимо КТ-контроль в течение от 6 до 12 месяцев и далее ежегодное КТ в течение 5 лет. Но чем характерна, вроде бы тактика ясна, но дело в том, что существует ряд исследований, что вот эти субсолидные очаги, либо очаги по типу матового стекла, так шифруются под инвазивной карциномой. Соответственно, в критериях Ланградс, это классификация системы Американского общества радиологов, то есть эти критерии используют факторы высокого риска возраста пациентов от 50 до 80 лет, табакокурение, имение вдыхания парофродона, семейная анамнез, также это туберкулез, инвизирующая, лечение вдыхания красок. Ну и соответственно, данные пациенты, это те пациенты, которые действительно могут в дальнейшем заболеть раком легком. Ну и соответственно, по тем категориям, которые есть, они там включают в себе нулевую категорию, первую, вторую. Эта категория характеризуется при проведении низкодозной КТ, там со своими временными промежутками, этим занимаются, соответственно, специалисты КТ и МРТ диагностики. Для нас важная уже та категория 4А, которая подозрительна на вероятность злокачественного процесса, то есть это решение вопроса, уже возникает вопрос о очаге, который активно увеличивается, надо принимать решение либо выполнения ПЭТ-КТ, либо решение вопроса о проведении непосредственно биопсии. То есть 4Б, это тоже уже должен быть непосредственно активная тактика для решения вопроса, что делать дальше. Ну и соответственно, те пациенты, у которых категория 4Х, это очень высокая вероятность злокачественного образования, и поэтому у этих пациентов должна быть активная хирургическая тактика в отношении исключения либо подтверждения злокачественного образования легкого. При подготовке к докладу изучил исследование Хайцинса, где говорит о том, что частота злокачественного очага субсолидного 63%, по типу матового стекла 18% и солидный 7%, то есть очень высокий риск заболевания раком легкого. Ну и что нам говорят клинические рекомендации? Клинические рекомендации для диагностики мелкоклеточного или мелкоклеточного рака основываются не только на данных анамнеза, но и результатов инструментальных методов. И необходимо применение морфологического исследования, который должен быть получен при биопсии либо аспиратии с первичной опухоль. Рекомендуется пациентам с подозрением на злокачественное образование легкого проведения трансторакальной биопсии под рентгенологическим, ультразвуковым контролем ну и либо в совокупности этих методов. Активно при периферических образованиях им активно транслировалось это проведение бронхоскопии с ультразвуком, с фенеобиопсией. Но сейчас, как показывает наше исследование, я дальше про это расскажу, данная процедура не имеет такой высокой вероятности информативности при периферическом злокачественном образовании. Ну и вот метод ПДКТ считается высокоинформативным, перспективным, об этом сегодня уже много говорили, показывали это, коллега показывал из Судоциба. Ну и мы считаем также, что когда мы начали использовать этот метод, метод ПДКТ, это вообще перевернуло подход таракальных хирургов, я сам просто в прошлом, таракальный хирург. И у нас практически, если так сказать, что процентов 70-80% сейчас непосредственно в нашем центре, перед тем, как выполнить оперативное вмешательство, мы стараемся верифицировать процесс. То есть это все уже понимают в нашем центре, что такое ПДКТ, и все знают, что такое ПДКТ. И ни один случай, ни один случай практически, если диагноз не верифицирован при бронхоскопии, на операцию пациент не пойдет. То есть вплоть до того, что мы используем сейчас данный метод ПДКТ, когда нам непонятно, допустим, сегодня коллега сейчас озвучил то, что мы не понимаем, какие снимки, какие диски, как описано исследование. Давность исследования 2 месяца. Пациент поступает на операцию, данное исследование КТ 2 месяца. Мы видим очаги 3-4, бывает там сантиметра. То, что нам описывают рентгенологи, с места жительства выполняем ПДКТ, видим то, что за 2 месяца это была просто какая-то некая очаговая пневмония, либо воспаление, очаг ушел, то есть диагноз снят. Пациенту назначается МСКТ органов грудной клетки, на которой мы не видим ничего. Вот за этот короткий промежуток, за 8 месяцев, мы выполнили 184 биопсии. То есть это говорит о том, что мы активно этот метод внедряем, активно его используем, и мы в основном это все периферические образования, то есть выполняемые, как и при опухоли различной локализации, верхняя доля, нижняя доля, там правая легкая, левая легкая, то есть это просто цифры, но это говорит о том, что метод работает, это и метод, можно непосредственно выполнять биопсию любой локализации в любой анатомической структуре какого-то некого опухолевого узла. Вот, конечно, есть те локализации, которые более удачны для биопсии, это чаще всего шестой сегмент, из него получается больше всего верификация, но это связано с анатомической особенностью, как он располагается к треку, как он располагается, получается, ну, в общем, получается удобный трек. Вот из того, мы вот дискутировали о том, что как видно на КТ, как видно на ПДКТ, вот я подготовил ряд слайдов о том, что вот это результат исследований КТ, то есть КТ с контрастированием, большие узлы, так я их пока назову, большие узлы. Я не стал включать презентацию, а вот именно показать, что это маленькие узлы. Маленький узелок получается, этот узел там 10 на 12 миллиметров, есть небольшая инвазия в париэтальную плевру и расположение, да, располагается вроде так достаточно хитро по междолевой борозде. Выполняется ПДКТ, то есть вот что мы видим на ПДКТ. Мы видим отличный узел, который непосредственно располагается в верхушке легкого. Выполняем оконтурение образования, трек строим и непосредственно у нас тут в косой проекции, и вот то, что мы видим на рентгене, представлено на слайде, выполняем биопсию. Я сразу скажу так, что мы выполняем биопсию под прямой рентгеноскопией. Мы не делаем так, что мы устанавливаем непосредственно иглу, потом выполняем повторное исследование. Нет, мы так не выполняем. То есть мы непосредственно выполняем ПДКТ, оконтурим очаг, точка вкола и строим трек. И после этого присинхронизируемся с дыханием пациента и выполняем непосредственно в режиме реального времени трепан-биопсию. На данном слайде представлено КТ-исследование. И вот то, что мы видим на плоскодетекторной компьютерной томографии. Да, опухоль достаточно низко в левой, в нижней доле левого легкого. Да, обычно говорят, что в нижней доле левого легкого трепан-биопсия, они достаточно сложны. Да, действительно, потому что левая легкая нижняя доля достаточно подвижна. Но с учетом того, что можно в определенный момент, ну так образно сказать, синхронизироваться с дыханием пациента, сказать ему, посмотреть, имея уже трек, который нас приводит к опухоли, получить достойную верификацию. Также вот этот узел тоже, меньше одного сантиметра. Метастаз саркомы в легкое. То есть, так мы видим на КТ, так мы строим трек, выполняем биопсию, получаем четкую хорошую верификацию. Дошло до того, что вот это, видно, что центральное образование легкого, да, трижды выполнялась бронзокопия. Бронзокопия с ультразвуком верификации не получена. Пациент достаточно тяжелый, синдром с давлением верхней половины. Мы понимаем, что клинически возможно это мелкоклеточное заболевание, но пациенту идти либо на какую-то торакоскопическую, либо открытую верификацию не представляется возможным. Ну, соответственно, свой страх и риск, выполняем биопсию, получаем мелкоклеточный рак, получает пациент, начинает лечение. По размерам, размеры они представлены на слайде, то есть, чем примечательна данная исследователь, что высокий риск, вот 64 случая, это те пациенты, которые в классификации рака легкого по Т. Конечно, мы не оцениваем всю классификацию ТНМ, а именно по размеру самого очага укладываются. 64 случая – это Т1, то есть Т1, М0, ну, то есть Т1, допустим. Если мы верифицируем диагноз, и клинический пациент потом проходит исследование, то есть он укладывается в то, что он получает, ему будет выставлен диагноз, допустим, Т1, М0, и пациент непосредственно уже идет на хирургическое лечение, ну, соответственно, больше всего это малоинвазивная хирургия, то есть это торакоскопические органосохранные операции. То есть хирург, непосредственно торакальный хирург уже идет на операцию с полностью дообследованным пациентом, у которого нет отдаленных метастазов, и он спокойно принимает, ну, там, делает оперативное вмешательство. Соответственно, размеры очага от Т2 – это 3 до 5 сантиметров, тоже выполнено вот это 41 случай, то есть пациенты верифицированы, и там в дальнейшем уже идет, назначается специальное лечение, то есть, ну, и такие опухоли, как от 5 до 7 сантиметров, и Т4, то есть там с инвазией выше 7 сантиметров. Да, я не говорю, что все эти пациенты получили специальное, я имею в виду сначала хирургическое лечение, понятно, что есть были пациенты, которые верификация – это либо метастатического поражения, либо это те узлы, которые пациенты имели отдаленные метастазы, но это сократило их путь до проведения специального лечения, неважно какого – хирургического, либо химио-лучевой терапии, либо химиотерапии, ну, либо там, как бы так, в общем, назовем лекарственное лечение. Что еще примечательно, когда мы начали эту методику, в первый же случай трепан-биопсии легкого, большое образование в нижней доле у нас закончилось массивным легочным кровотечением, мы потеряли около 500 мл пациента, перели в реанимационное отделение, выполнили бронзоскопию, но, к счастью, пациент не погиб. То есть все случаи, которые вот эти представлены, они все закончились без летальных исходов, все пациентам после наших трепан-биопсии не потребовалось активного хирургического вмешательства в виде разрешения пневмоторакса, который не купировался, допустим, либо наличием того кровотечения, которого, допустим, не остановилось консервативным воздействием. Ну и получается пневмоторакс в 28 случаях. Из этих 28 случаев, ну это от всего всех случаев 15%, только в 10% случаев было необходимо дренирование плевральной полости, установка дренажа, установка активной вакуум-аспирации. Остальные 5% просто там пневмоторакс после пункции, пристеночный, там от 5 до 10 мм, который не требовал дренирования, и эти пациенты прошли спокойно в консервативном режиме и без осложений дальше пошли на этапы своего там либо хирургического, либо там специального лечения, химиотерапии, химиолучевой терапии. Вот легочное кровотечение 3, меньше 1%. То есть в двух случаях мы получили массивное крючение 500 мл, в другом случае 250. Опять же, что называть легочным кровотечением? То есть есть разные классификации. В основном это может быть еще гемоптизис. После трепан-биопсии там возникает кровотечение до 5 мл, которое самостоятельно останавливается, ну либо путем пациентам, там мы проводим гемостатическую терапию, тронексаном, назначаем кислород, постельный режим, и эти явления у нас оккупируются. Верификация. То есть если почитать, из всех этих случаев мы получили 75% верификации всех случаев. То есть хороший это процент, нехороший. Тут время, конечно, покажет. Конечно, надо стремиться к более, может быть, высокому проценту. Но из этих 75% случаев, то есть мы верифицировали аденокарциномы и плоскоклеточный рак, другие виды онкологического заболевания, также верифицировали доброкачественные. То есть изначально, когда выполнялась трепан-биопсия субсолидных очагов, допустим, до 10 мм, нам приходил фиброз. Мы считали, что мы этот диагноз не верифицировали. Но с счетом того, что это был, допустим, ландградс-4, таракальный хирург, лишенную операцию, действительно, это был очаговый фиброз. То есть получается, что методика в этом случае работает. Конечно, надо сопоставлять клинико-лабораторные данные и идти в эту сторону. Что еще примечательно в нашем исследовании, что вот все те пациенты, из практически 95%, всем этим пациентам проведена бронхоскопия, бронхоскопия с ультразвуком. И тем пациентам, которые выполняли ЭБУСФУНА, не принесло никакой верификации процесса. То есть тут, если бы не было нашего метода, метода узкодетекторной компьютерной томографии, то эти пациенты, большая их часть пошли на диагностические торакоскопии, либо торакотомии в цели верификации процесса. То есть все эти пациенты избежали данного вида дохирургических вмешательств. В момент внедрения нам говорили, что этого материала, скорее всего, будет недостаточно. Проанализировав, мы поняли, что 92% случаев материала хватает полностью провести все иммуногистохимические исследования и определение всех драйверных мутаций. Чаще всего, то есть это, ну как называть, скорбия, айпси у нас проводится, мы выполняем, ну можем, два раза, если необходимо, три раза, то есть получаем два-три столбика ткани и отправляем на исследование. То есть этого исследования хватает. Что примечательно, вот эти пациенты, которые мы выполняли трипан-биопсию, это же все те пациенты, которые были с тяжелой сопутствующей патологией. И единственный шанс верификации был у нас проведение транстракальной биопсии подпоскодетекторной компьютерной томографии. Для чего это выполнялось? Это выполнялось за того, что мы понимали, что эти пациенты не справятся, допустим, с учевой терапией, с химией терапией, но клинически мы могли определить драйвивную мутацию и пациент уже мог получить, допустим, монотерапию, что, соответственно, состояло из этого числа 21%. Ну и в заключении что можно сказать, что плоскодетекторная компьютерная томография это прекрасный метод. Трипан-биопсия под плоскодетекторной компьютерной томографией это прекрасный метод, который осуществляется в режиме реального времени. То есть ты видишь непосредственно после биопсии оценку, то есть есть пневмоторакс, нет пневмоторакс, есть пневмоторакс, который напряженный, который нарастает, можно непосредственно сразу в рентген операционной выполнить дренирование плевральной полости. Большое количество материала, так скажем, большое количество материала, для которого хватит для определения всех драйвенных мутаций. Если говорили про ЭБУСФУНА, который активно внедряли, пиарили эту методику, то это может быть только цитологическое исследование. Но если сравнить, конечно, каким-то центрам хватает цитологического исследования. В нашем случае нам цитологического исследования не всегда достаточно. Опять же, ценовая политика. Игла для трепан биопсии стоит 1,5-2 тысячи, а игла для проведения ЭБУСФУНА стоит гораздо выше, в десятки раз выше. Но является малоинвазивной технологией, что значительно уменьшает процент осложнений на лечебно-диагностическом этапе. Ну и, как я сказал, это экономически целесообразно. Либо потратить одну иглу, либо идти даже на ту же торакоскопическую операцию малоинвазивную и выполнять резекции, клиновидные, типичные резекции, стоимость шивающих аппаратов в разы больше. Это тем пациентам, которым операция нужна, как только диагностические таблицы, чтобы верифицировать процесс метастатического поражения. То есть, получается, что и опять же сроки лечения. Пациенты раньше начинают лечение, чем нежели он пойдет, пациент пойдет на хирургическое лечение. Чаще всего это пациент с тяжелой сопутствующей патологией. Его надо сначала подготовить, скорректировать ему сопутствующую патологию, потом ему провести хирургическое вмешательство, то есть операция ради верификации. Потом, пока он восстановится, то есть идет время. А тут результат налицо. Спасибо. 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 Спасибо.